Здравствуйте, дорогие друзья! Немножко о материальном. В нашей недельной главе рассказывается о том, как главы колен двух подошли к Маширобейну и сказали, что они хотят построить загоны для скота и города для детей. И сказал им Маширобейну, не так нужно делать. Главное, сделайте главным. А второстепенное, второстепенным. Сначала строите города для детей, а потом загоны для скота. Мы сейчас стоим, удивляемся, возможно ли такое. Разве может человек поставить имущество выше детей? Ведь дети – это главное богатство и так далее. Но давайте проверим самим себя. Сколько времени каждый из нас посвящает деньгам, работе, финансам, друзьям, не знаю. А сколько времени детям? Сколько времени семье и супруге? Разве мы сами не превращаем главное во второстепенное, второстепенное в главное? Человек декларирует всегда, что он все знает. На самом деле написано, что вот сколько времени ты проводишь больше всего в чем-то, да, вот это и есть твоя доминанта. Вот это и есть то, чем ты занимаешься. Кто вообще был истинно богат? Это написано давно, что тот, кто рад своей доле. Я короткую расскажу притчу. Был такой раби Аврам им. Эзра. Это величайший мудрец Торы. Кроме того, изобретатель, способный человек. Ну вот все, к чему он прикасался, у него не получается с деньгами. С деньгами ноль. И решили ученики, что надо как-то обеспечить нашего учителя. Что они решили сделать? И у него возникли идеи. Возьмем кошелек, наполним его золотом. И положим по дороге, где он идет. На кошельке не будет никаких примет. И он должен будет взять себе. Потому что по законам Торы потерянная вещь, если у нее есть признаки, по которым можно найти владельца, возвращается владельцу. А если нет, так нет, так наш учитель разблаготеет. Взяли ученики, спрятались, положили кошелек. И вот идет Эзра по дороге. До кошелька остается уже метров двадцать. Вдруг Раф закрывает глаза и идет как слепой, держась за стенку. И ученики в шоке, что такое. Он прошел это место, где лежал кошелек, развернулся, открыл глаза и пошел дальше. Ну, ученики в шоке. Так, вечером встречаются с ним, говорят, Рэбе, вот что мы видели тебя, ты шел как-то как слепой. Он говорит, я объясню. Я шел, и вдруг мне стало как-то вот, что вот почему я такой неудачливый, что со мной такое. И я решил следующее, что, а вдруг я представлю себе, что я был бы слепой. И вот я представил, что я слепой, как тяжело бы мне было. И вот я прошел немного по дороге с закрытыми глазами, потом открыл глаза, и вижу, какой огромный подарок дал мне Всевышний, что я могу видеть. Видите, во-первых, что положено, то положено. Раби Ибнезра знал одно. Истинное счастье зависит от самого человека. Когда он чувствует, что может превратиться из счастливого человека в несчастное, вот тогда он должен вспомнить что-то хорошее, что у него было в жизни. И это помогает ему снова стать счастливым. Еще очень главное, наверное, материальным, это умение делиться. Сегодня расскажу две истории. Еще одну расскажу. Эта история началась в тот момент, когда один религиозный человек подошел к другу, попросил у него большую сумму денег взаймы. Ну, большую для них такую. Он сказал, что он заказывал товар в Китае, что по дешевым ценам сейчас у него денег нету. Помоги мне, пожалуйста. А друг говорит, что да. И он знал, что можно положиться на него. И говорит, конечно, я тебе помогу больше того. Я тебе скажу, я отложил на свадьбу дочери несколько десятков тысяч долларов. Никто об этом не знает. Я спрятал в подвал своего дома. Там, сейчас я тебе пойду и дам. Пошли они вместе. Вдруг хозяин в ужасе, пакета с деньгами нет. Он обыскал все, ничего. Как одержим, он бежит к жене, спрашивает, был ли кто в погребе в последнее время. А жена, не понимая, в чем дело, говорит, я убирал все вместе с помощницей перед Пейсахом. Мы все пособирали, всякие там, все, что могли, выгребли и выбросили в старые мешки на помойку. Куда выбросили, кричит муж. Что значит куда? На помойку, я же тебе говорю. Муж помчался к мусорному баку и вдруг видит, мешочки там лежат, все еще. Мусор вы забирали только утром. Поэтому, а это происходило в среду, а забирали в четверг утром. О чем здесь этот рассказ? Ведь только из-за своего согласия исполнить заповедь помощи другому этот человек оказался тем, который нашел свои деньги. Если бы вдруг ему ничего не сказал, на утро весь мусор увезли и все бы пропало. Всевышний благоволил к его поступкам и помог ему потому, что он хотел помочь человеку. Вот это вот суть, три вещи мы разобрали материальным. Первое, это никто не получит то, что ему сверху не дано. Что бы ты ни делал, человек заработает только то, что ему положено сверху. Второе, если ты делишься, то браха, благословение остается на твоем заработке. И третье, человек должен быть доволен тем, что есть. Если он этого не делает, то все равно попадает в не очень хорошую ситуацию. Браха вы от слуха, чтобы у нас все было хорошо. Продолжение следует...